Иосиф Сталин, Дзержинский. После Фрунзе, Дзержинский, старая ленинская гвардия потеряла еще одного из лучших руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю. Когда теперь у раскрытого гроба вспоминаешь весь пройденный путь Дзержинского. Тюрьмы, каторгу, ссылку, чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, Строительству молодой социалистической республики хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь. Горение. Горение и геройская отвага в борьбе с трудностями. Октябрьская революция поставила его на тяжелый пост, на пост руководителя чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии – вот чем был Феликс Дзержинский. Мирная эпоха? Дзержинский горит, налаживая расстроенный транспорт, а затем в качестве председателя Высшего Совета Народного Хозяйства горит на работе строительство нашей промышленности. Не зная отдыха, не чураясь никакой черной работы, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу, которой ему доверила партия, Он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата. «Прощай, герой октября! Прощай, верный сын партии! Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!» Напечатано в «Правде» в номере 166, 22 июля 1926 года. Вячеслав Молотов. Феликс Дзержинский и его последняя речь. «А вы знаете, отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда, и поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой, если я вижу, что у нас непорядки. Я со всей силой обрушиваюсь на них». Из последней речи Феликса Дзержинского на пленуме ЦК и ЦКК 20 июля 1926 года. В этих словах Дзержинский сам, и при том, именно по-своему, просто, прямо, сильно, кровью страстного сердца, дал себе замечательную и действительно правдивую характеристику. Больше того, здесь сказано также верно и о том, как партия относилась к этому замечательному партийцу, к этому славному представителю коммунизма. Не только приведенный отрывок речи, вся последняя речь Дзержинского, как это было у него обычно во всем, один из лучших образчиков партийности, действительно коммунистического отношения к себе, к своим обязанностям, ко всей работе и борьбе за коммунизм. Нет нужды в данной связи останавливаться на отдельных моментах этой речи, на отдельных вопросах и личных характеристиках. Это заслуживает своего особого внимания. Сейчас мне хочется подчеркнуть лишь общий смысл и характер предсмертной речи Феликса Дзержинского. Это необходимо потому, что в ней так ярко и сильно отразились чувства и мысли одного из лучших наших партийцев, этого подлинного коммуниста, когда надо, революционера-разрушителя, а затем полного творческих замыслов коммунара-строителя. В чем сущность последней речи этого завещания Дзержинского? Речь наполнена животрепещущими темами дня, и с каждой мыслью ее вырывается огонь страстных призывов к борьбе с трудностями и недочетами, и вместе с тем она дышит заражающей уверенностью в победе пролетариата. Дзержинский суров и беспощаден, когда говорит о недочетах нашей строительной работы. Ему хорошо известны болячки, язвы, хозяйственные жизни. Он не может не нападать на недостатки торгового аппарата и кооперации, на их слабости в борьбе с частниками, в борьбе за снижение розничных цен, за снижение накладных расходов при заготовках. Дзержинский прямо бичует недочеты и пороки системы управления, и в бюрократизм, и душащую дело волокиту. Практические нужды хозяйственной работы, необходимость сдачи быстрых и ясных государственных директив по всей хозяйственной линии доставляли в последнее время особенно сосредотачивать его внимание именно на борьбе с недочетами системы управления. Но Дзержинский с той же беспощадностью, смелостью и прямотой говорит о недостатках непосредственно в своей работе. Он подчеркивает, решительнее даже, чем другие ошибки, промахи и неудачи в той области, в строительстве промышленности, где он являлся руководителем. Он и здесь не ждет напоминания об ответственности перед партией и пролетарским государством за порученное ему дело, и, в частности, за промахи и недостатки в нем. Он говорит об этом первый, он весь поглощен заботой об их преодолении, он горит в работе по их исправлению и, добившись успеха в одном месте, берет на себя еще более трудную и сложную задачу в другом. Таков Дзержинский был в жизни, таков он и в последней своей речи. Но все это только одна половина или какая-то хотя и важнейшая часть его. Весь Дзержинский в том, что эту бешеную, сумасшедшую страсть к борьбе с недочетами нашего строительства, он соединялся с исключительной партийностью во всей своей общественной работе. Весь Дзержинский сказывался тогда, когда его страстную ненависть пролетарского революционера, ненависть к остаткам прошлого, отягощающим недочеты и слабостям нашего никогда еще и нигде в мире неиспытанного строительства, кто-нибудь пытался использовать с недоброкачественной политической целью, с целью противопоставления линии Дзержинского политики партии. В таких случаях Дзержинский с той же исключительной страстностью, прямотой и решительностью давал отпор недоброкачественным попыткам оппозиционной политики. Так попытки на почве якобы защиты и интересов промышленности сделать Дзержинского другом оппозиции, так называемых сверхиндустриалистов, а лучше сказать гореиндустриалистов, всегда плачевно кончались жалким крахом. Как неутомимый и неумевший отдыхать работник, весь погруженный в практическое дело, но вместе с тем исключительно одаренный пониманием основного курса партии и чуткостью к настроениям рабочих масс. Дзержинский как-то просто и естественно отбрасывал от себя подобные потуги оппозиции. И всегда это кончалось тем, что сам Дзержинский сокрушительно обрушивался на голову оппозиции против ее попыток дезорганизовать деловую работу. Его предсмертная речь была особенно ярким выражением этого настроения. В ней в полной мере сказывается, насколько чужд был Дзержинский всякому хныканью, всякому крикливому пессимизму, всякой панике перед трудностями. Напротив, он, как в этой речи, так и во всей повседневной работе, подлинный энтузиаст победы пролетарской революции и живое воплощение пафоса социалистического строительства. И как настоящий коммунист, настоящий партиец из факта многочисленных трудностей в объективной обстановке и недочетов самой нашей партийной работы, он приходит не к унылому, разлагающему мысль и волю скептицизму, а к увеличению требований и запросов, прежде всего, к самому себе, к своей работе, ко всей работе государственных и других органов, под углом оценки ее результатов с точки зрения поставленных партии и задач. Держинский бичует слабости и промахи практической работы. Он не щадит тут никого, и в том числе себя. Но все это не что иное, как страстный призыв к поднятию качества всей нашей работы, к усилению энергии и воли всего пролетариата, в деле преодоления препятствий на пути развития пролетарской революции, к действительному повышению социалистического уровня практического строительства. Предсмертная речь Держинского – один из таких пламенных призывов еще больше объединить усилия партии в творческой работе, развертывающегося социалистического строительства. Для всех коммунаров, как и для всех рабочих, эта речь – прекрасная частица того Феликса Держинского, которого они так горячо любили за его исключительную самоотверженность в революционной работе, за его героизм пролетарского борца, за его славную жизнь – пример одного из лучших партийцев-коммунаров. Кавказ, 8 августа. Феликс Энмандович Держинский, «Три последние речи» с предисловием Вячеслава Молотова. Госэздат, 1926 год. Госэздат, 1926 год.